Здравствуйте! В эфире новости в студии Султане Ситакаев. О самых заметных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Глава Крыма Сергей Аксенов с очередным рабочим визитом посетил Керчь. В городе прошел очередной штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Комиссии подсчитан ущерб, нанесенный Керчи непогодой. Наша съемочная группа в эти минуты находится в городе на связи со студией Тарас Брезицкий. Тарас, что известно на данный момент? Добрый вечер, Султане. Здравствуйте! Мы находимся сейчас возле здания Керченской администрации. Заседание штаба завершилось, наверное, полчаса назад. Продолжалось оно в районе двух часов. В целом о ситуации в городе она уже в большей степени благоприятна. К примеру, улицы Центральные полностью сухие, уже нет воды. Что касается проблемных подтопленных районов города, там также ситуация стабилизируется. В частности, дорожники сейчас активно занимаются ремонтом дорог. Также активизировано движение общественного транспорта. Вот и сейчас мимо нас проезжают городские маршрутные такси. Что касается ситуации в цифрах, озвучена была точная сумма ущерба, нанесенного стихией городу. Она составила 12,5 миллиардов рублей. Впрочем, у людей еще есть два дня для того, чтобы подать свои заявления на компенсацию. И, естественно, тогда уже комиссия сможет посчитать точный ущерб, нанесенный городу непогодой. Что касается выплат, предусмотренных горожанам, жителям Керчи, пока других цифр нет. Здесь те же цифры 10 тысяч рублей – это единоразовая выплата, 50 за частичную утрату имущества и 100 тысяч за полную утрату имущества. Людям, большое количество людей уже сегодня пришло сюда, в администрацию Керчи и оформило заявление. Но, повторюсь, еще раз есть у людей еще два дня для того, чтобы окончательно узаконить процедуру получения предусмотренных выплат. У нас есть комментарии главы республики Сергея Аксенова. Его слова сказаны на штабе. Давайте послушаем. Общий объем предварительного ущерба, который мы в данном случае подаем в федеральный центр, пока предварительно, это только нанесенного прямого ущерба, около 12,5 миллиардов рублей. Мы разбивку там расскажем, Юрий Михайлович там будет уже докладывать, более-менее детально ее разложит. Поэтому, коллеги, это неделя еще, это работа по очистке, соответственно, территорий, определение размера ущерба, количество пострадавших, вникаем в детали по каждой ситуации. И следующий понедельник мы опять работаем в городе Керчь, точно так же весь день это уже оцениваем, то есть как бы полностью собраны документы и вторник город Ялта. То есть, поэтому вот считаем, эта неделя у нас контрольная для принятия соответствующих решений, коллеги. Ну и еще немного информации. На 410 дворах вода уже полностью откачана, здесь продолжают работать активисты, волонтеры. Осталось всего 20 дворов. Еще одна приятная информация для горожан уже убран и даже продезинфицирован усилиями и горожан, и военнослужащих, и спасателей, просто неравнодушных туристов. Рынок местный, завтра он приступит к работе в штатном режиме. Как вы уже, наверное, слышали, глава республики назвал эту неделю контрольной. Еще одно заседание штаба пройдет здесь, в Керчи, уже через неделю, и тогда прозвучат уже какие-то более точные цифры, более точные факты. Но в целом, повторюсь еще раз, ситуация в городе так визуально уже благоприятная и несравнимая с 17 июня. Спасибо, Султане, передаем вам слово. Спасибо, Тарас. А мы продолжаем. Спасатели МЧС России задействовали беспилотники для мониторинга ситуации в подтопленных районах Крыма. В Ялте и Керчи специалисты проводят аэросъемку территории, где прошли сильные дожди. Привлечение подобной техники позволяет создать полноценную картину и оценить масштабы нанесенного ущерба. Конечным итогом нашей работы становится выдача рекомендаций органам местного самоуправления по проведению превентивных мероприятий в данной территории. Это может быть отселение, эвакуация населения, проведение руслоглубительных работ в каналах водоотводных, строительство дам и другие мероприятия. Крымские парламентарии уходят на летние каникулы. Заседание четвертой сессии подвело итоговую черту законотворческой деятельности в завершившемся сезоне. На повестке дня 40 вопросов. Один из важных – это реализация государственных программ. Спикер Госсовета Владимир Константинов затронул самые насущные темы – пандемия, иммунизация населения и, конечно, потоп в курортных городах Крыма. Ситуация там уже в настоящий момент находится под контролем. Основные мероприятия выполнены, вода сошла. Намеченные мероприятия по устранению и предупреждению в дальнейшем или, как минимум, минимизации в случае аналогичных техногенных катастроф, минимизации потерь. Эти мероприятия, безусловно, будут выполнены, и поддержку в реализации этих мероприятий оказывает Федеральный Центр, различный президент. От 100 до 300 тысяч рублей – такой штраф грозит владельцам кафе и ресторанов за работу в ночное время суток. При этом маски, перчатки и средства дезинфекции никто не отменял. Добавились еще и рекомендации по вакцинации сотрудников. Как новые правила прижились в крымской столице и что грозит нарушителям, расскажет Севиля Меметова. Уютное кафе в центре столицы. Сейчас здесь немноголюдно. На входе посетителей встречает табличка уже с привычной надписью – «Без масок не обслуживаем». После каждого клиента мы обрабатываем столы специальным антибактериальным средством. Даже если гостей нет, каждые два часа мы дезинфицируем столы. Всегда обслуживаем мы в масках, и если даже гости не надели маски, любезно просим их надеть. В сфере общественного питания последнее время проходит серьезные испытания. В реалиях пандемии существует немало условий, обязательных к исполнению, в том числе и санитарно-эпидемиологических. В закрытых помещениях должны использовать устройства обеззараживания воздуха, а также современные посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом, чтобы у микробов и вирусов вообще не осталось никакого шанса выжить. Вот такая оригинальная идея пришла одному из владельцев симферопольских кафе. На столах стоит пакет с мукой. Это значит, что он забронирован. Таким образом, гости смогут соблюдать социальную дистанцию. Обслуживают посетители исключительно в масках и перчатках. По оценкам экспертов, в период пандемии посещаемость кафе и ресторанов снизилась от 10 до 30%. В регионе вновь растет заболеваемость коронавирусом. Поэтому тем, кто работает в этой сфере, рекомендовали вакцинироваться как можно скорее. Сейчас на уровне тех же рекомендаций, которые прозвучали в указе главы, мы рекомендуем своим коллективам привиться. Провакцинировались, я точно знаю, где-то порядка от 10 до 20%. Остальные немножечко относятся к этому, мягко говоря, с различным подходом. В городе большинство людей продолжает игнорировать требования Роспотребнадзора. Жестко игнорируется масочный режим. Я не ношу маску, считаю это ненужным, потому что люди как болели, так и болеют. Сейчас пошла третья волна и надеваю ее только, когда заставляют. Смысла в этом не вижу, откровенно. Возможно, оно что-то защищает, помогает, не знаю, но ввиду того, что никто этого не соблюдает. Вот такие небольшие кафе тоже часто обслуживают посетители без средств индивидуальной защиты. Вирус мутирует, становится агрессивнее. Мы, даже те, кто уже вакцинировался, не выходим из дома без вот такой специальной медицинской маски. Сейчас мы проверим, насколько добросовестно сотрудники продуктового магазина относятся к мерам санитарной безопасности. А вот в магазинах правилами не пренебрегают. Зайти без маски еще можно, а вот приобрести товар на кассе – нет, это радует. Но без жестких ограничительных мер курортный сезон может оборваться в любой момент. Власти приняли кардинальное решение ограничить работу общепита в ночное время. Теперь, после 23.00 до 8.00 утра принимать посетителей запрещено. Вся продукция только на вынос. В связи с последним изменением указа главы 63У запрещено работать, принимать гостей именно в помещениях кафе, ресторанов и баров, а только разрешено работать на вынос. Поэтому мы в сфере проводим эту проверку. Если мы заходим в кафе и видим, что там после 23 находятся люди, то мы составляем уже по 26.1 на юридическое лицо. За нарушение правил штраф для владельцев кафе по всему Крыму стартует от 100 до 300 тысяч рублей. А вот если посетитель оказался без маски, то его могут наказать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Севелия Меметова и Максим Голубев, телеканал Милет. Ну а мы возвращаемся к керченской теме. Керчь приходит в себя после потопа. Комиссия подсчитала убытки, причиненные городу стихией. У керчан еще есть время для того, чтобы подать заявление на компенсацию. Жизнь на восточном берегу с залитым беспрецедентным количеством осадков постепенно нормализуется. В городе Героя без перебоев работает общественный транспорт. Рынок готовится к открытию. А на утонувших улицах приводят в порядок дороги. Сценарий реальной, некинематографической жизни, как кадры из мелодрамы. Инвестиция в счастливую старость утонула в одночасье под толщей воды и грязи. Несколько лет жители улицы Жени Дудник облагораживали дом. Долго делали, 10 лет делали, потому что как бы все дорого. Готовились на пенсию, старость, приготовились. И все, проснулись нищими. К счастью, удалось спасти машину. А 500 жителям города Героя нет. Сейчас разгребать завалы во дворах помогают волонтеры. Их здесь 30. Основная помощь оказываем именно людям по дому, где нужно вычистить ил, какую-то мебель перетащить, которая испортилась, или технику. Выгружаем, загружаем что-то. Также на улицах трудятся дорожники. Их задача – упорядочить однородную массу, в которую за полчаса превратилась дорога на улице Жени Дудник. Катализаторы изменений к лучшему в городе. Нормализованный трафик и готовый к работе рынок. Торговые павильоны чистили предприниматели в большинстве. Мы чистили полностью оставшуюся территорию рынка, которая есть. Это большой очень объем работы был. Поэтому работали и мы, работали предприниматели. Приглашали солдат, работали приглашенные люди. Для людей, попавших в беду, мы и телевизор. Единственная связь с внешним миром. Даже относительно живописный вид на море не заменит теплоты родного дома. Именно сюда, в эту гостиницу, 17 июня были экстренно переселены жители Керчи из затопленных домов. Всего около сотни человек. Так, они до сих пор здесь и размещаются. Занимают два этажа. Четвертый, на котором мы сейчас находимся, и верхний пятый. Живут зачастую подвое в номере. Уже здесь познакомились. И именно в этих гостиничных апартаментах коротают свои проблемные будни. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как сейчас вам здесь живется? Хорошо, хорошо. Держите связь со своим настоящим домом? Что там сейчас происходит? 76% населения. Там хорошо. Я на втором этаже. Внучка, правнучка, все сейчас там. Людям предоставили возможность жить в отеле бесплатно, пока ситуация не наладится. Находится здесь и героиня наших ранних сюжетов из Керчи, преподаватель музыки Леонора Кобер. Ее жилище пока непригодно для жизни и неизвестно будет ли. Как и для других пострадавших, женщине выделена компенсация в 100 тысяч рублей и единоразовая выплата в 10 тысяч. Я днями, я утром, я в 7 часов уже там, я там что-то чищу, я там что-то драю, потому что там работы уйма. А потом я вот к вечеру, как никакая, приезжаю, душ приняла, я сейчас бухаю из кровати, потому что сил нет абсолютно. Заявления на компенсацию будут приниматься от жителей города до 30 июня. Глава республики Сергей Аксенов держит ситуацию по восстановлению Керчи на личном контроле. В рамках очередной рабочей поездки вновь посетил затопленные районы города и близлежащие населенные пункты. Никого один на один с проблемой не бросим, скажем, разбираемся индивидуально. Вот сегодня работаем при Озерной, соответственно, Новоотрадная, Керчь, завтра Ялта. Ну и по идее, должны мы там до среды практически 95% вопросов закрыть. По предварительным данным, ущерб, нанесенный Керчи стихийным бедствием, в денежном выражении составил 12,5 миллиардов рублей. При этом не учитываются траты на противопаводковые мероприятия. Большая часть денег будет направлена на ремонт дорог. Танас Брезицкий, Асан Ибрагимов, телеканал Милет, Керчь. На старт, внимание, сад. Строительство первого дошкольного учреждения на 120 мест в теле Маловидное, Бочесарайского района, идет полным ходом. Сейчас рабочие трудятся над металлокаркасом здания. Когда сад откроет свои двери для малышей, расскажет Лиля Ислямова. Ребятам подаю, они разравнивают, потом трамбуют. То есть мы трамбуем первый слой, трамбуем. Я захожу, они трамбуют второй, выравниваем под отметку. На площадке шумно и пыльно. Строительство детского сада на 120 мест только началось. Рабочие готовят основание. Сейчас строители засыпают фундамент специальным материалом с дополнительным уплотнением. Он выкладывается в два слоя, каждый по 20 сантиметров. После чего в работу включается техника. После того, как зальют бетоном цокольный этаж, строители приступят к монтажу колонн и установке опалубки. Для местных жителей появление первого и пока единственного детского сада в селе – большая радость. Мне нравится то, что начали строить садик, то, что в селе – то, что нужно. Если еще наши дети, внуки, дети уже выросли, уже скоро внуки пойдут. Это очень хорошо, то, что в селе есть такая организация, что начал строить. Ситабла Арисланов – житель Маловидного. Всегда мечтал быть полезным родному селу. Когда узнал об этом проекте, сразу же изъявил желание приложить свою руку к такому благому делу. Уже детям хорошо нашим не будут ездить в город. Рядом все. Все будут в садик ходить, потом отсюда же и в школу. Может, в дальнейшем еще что-то построят. Будем надеяться на это. Детский сад планируют построить в три этажа. Пищеблок, спальни, прачечная, игровые и комнаты для занятий. Проект отвечает всем современным требованиям. Производится сборка металлоконструкций стен, выпусков стен, связка арматуры, выпусков под подъемники технические, под лифтовую шахту. Немного далее у нас на территории происходит вязка арматуры для устройства подборных стен. А во дворе детсада планируют построить большую спортивную и пять игровых площадок. Насосную пожарную станцию, парковку для самокатов и велосипедов. А вокруг зеленая зона. Здесь находится площадка для детей младшей группы, средней группы и старшей группы. Здесь находится спортивная площадка. На участке трудится 15 строителей и три единицы спецтехники. В рамках соглашения между правительством Крыма и Министерством просвещения Российской Федерации на строительство детсада выделили более 220 миллионов рублей. Работы начали в конце мая, а закончить планируют в марте следующего года. Но подрядчик обещает сдать объект раньше срока. Лилия Ислямова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет», Бахчисарайский район. Строительный бум в Крыму продолжается. Новое футбольное поле – сквер в центре обустройства дворов. Так на глазах преображается поселок Красногвардейский в центральной части полуострова. Тему продолжит Айша Шулакова. Плитка за плиткой. Строители словно пазл собирают пешеходную зону в самом сердце Красногвардейского. Только качественные материалы. Плитка высшего класса такая выдержит любую нагрузку и даже сильные морозы. А этим агрегатом утрамбовывают плитку, чтобы убрать все неровности. Позади десятки квадратных метров проделанной работы. Изначально здесь было асфальтобетонное покрытие, которое пришло в негодность. Растресканное все, ямы были. Был вид ужасающий. На данный момент мы убрали, демонтировали все это покрытие, уложили плитку. А вишенкой на торте станут светодиодные фонари. Их установят прямо в променадной зоне в хаотичном порядке. Затем перейдут благоустройство парка в целом. Высадят деревья, установят скамейки, беседки, фонари. Не забудут и о комфорте маломобильных граждан. Мне очень нравится. Я очень благодарна руководству поселка. Потому что за столько лет привели в порядок парк, привели в порядок центр. Идешь, удовольствие получаешь. Преображается поселок, все расцветает, все чище становится, со улицы чище, дороги лучше. Это уже второй этап реконструкции. Поселок возрождают по программе формирования комфортной городской среды. Из бюджета Москвы выделили около 20 миллионов рублей. Сквер Комсомольский, он приобретет совершенно другой вид. И я думаю, что это будет действительно самое удобное, самое комфортное место для жителей и гостей нашего прекрасного поселка. А это двор на улице 60 лет октября. Он также попал в программу по благоустройству. Жители поселка практически единодушно выбрали ее в онлайн-обсуждении. Выделяют деньги. У нас никогда такого не было. Елена Шрамко в этом дворе живет более 40 лет. Такие масштабные преображения видит впервые. Дороги были ужасные. Яма на яме. У нас стояли большие лужи. Сейчас, конечно, закатали нам дорогу. Все это нам очень нравится. В скором времени приступит и ко второму этапу благоустройства. На первом этапе велись работы по благоустройству именно подъездных путей. Второй этап будет включать в себя спортивную детскую площадку, а также в зону благоустройства для отдыха. Новое дыхание получил и стадион «Юность». Долгожданная реконструкция. За почти полувековую историю здесь непривычно тихо, нет возгласов фанатов. А по новому полю вместо футболистов пока одиноко рассекают зеленые волны газона «Косильщик». Такому футбольному полю могут позавидовать даже профессиональные футболисты. Стандарты FIFA. Общая площадь 105 на 70. Газон с натуральным покрытием. Здесь установлена и автоматизированная система полива от таких стадионов в Крыму-Единицы. Скоро на беговых дорожках появится новое покрытие. Стадион в ожидании юных футболистов. Начали уже укладывать травмобезопасное резиновое покрытие с той стороны. Выполнили укладку асфальта, бордюра. За почти полувека стадион не видел реставрации ни разу. А теперь здесь появилось поле международного масштаба. У нас и две команды детские в чемпионате Крыма участвуют. Ну а с таким полем, как нам сделали, я думаю, у нас будет еще больше детей и больше команд участвуют в чемпионате и в районе, и в республике. В будущем планируют установить новые зрительские трибуны, полусферы и профессиональное освещение стадиона. Айша Шулакова, Азиз Немет Улаев, телеканал Милет, Красногвардейский район. Два серебра и одна бронза. Три призера чемпионата мира по поясной борьбе Куреш вернулись на родину с победой. Как спортсменам удалось завоевать призовые места в масштабном соревновании в сюжете Лилии Слямовой. Совсем недавно болельщики, затаив дыхание, наблюдали за поединками трех крымских спортсменов. В Казани на чемпионате мира по поясной борьбе Куреш, который собрал 250 участников из почти 30 стран, наши борцы доказали свой профессионализм и завоевали три кубка, три призовых места. Домой с победой. Друзья, родственники и болельщики с нетерпением ждут трех спортсменов-чемпионов, которые буквально с минуты на минуту прибудут в аэропорт. Радость, восхищение, поздравления и слова благодарности. Так встречают победителей чемпионата мира по поясной борьбе Куреш. Вот они, наши чемпионы. Те, кто прославляет крымский спорт на мировой арене. Вильнур Велиев – один из победителей. Выступал в весовой категории 55 килограммов. В свои 18 завоевал тот самый серебряный кубок, который и обещал привезти на родину. Двумы переживания были, так как я гонял вес, 5 килограммов гонял. Я очень рад своей победе. Хочу посетить эту победу моему первому тренеру, которого уже нет с нами. Айнант Сеферов – не только серебряный призер в весовой категории 100 килограммов, но и тренер команды борцов, которая вернулась с чемпионата. Вот уже 23 года Куреш – неотъемлемая часть его жизни. Эмоции уже на опыте. Отборолся. Переживали за всех. Я вам скажу, допустим, мне самому выйти на ковер было намного легче и пробороться, чем когда борются ученики. Это вообще другие ощущения. Переживаешь в два раза больше. Эмиралисий Тмамутов привез бронзу. Боролся в весовой категории 55 килограммов. Чтобы пройти в финал, он одолел соперника из Беларуси. Мы старались. Тренер заранее нам сказал. Мы готовились. Полтора-два месяца у нас была подготовка. Сефер Фанан, Амит Ага. Амит Аблимитов в призы попал. Тоже неплохо. На что-то старался. Хотел, конечно, золотую, но в призы тоже неплохо. Упорные тренировки и изнурительные соревнования дали свои плоды. И без поддержки родных, конечно, не обойтись. Прослезить это я как мужчина не прослезился, но были очень сильные впечатления. Все рады, все довольны. Все такое. Просто не передать это. Это я желаю каждому отцу, чтобы такого сына вырастить и, как вам сказать, чтобы у всех такие дети родились. У всех так было. Теперь спортсмены дома, с родными и на заслуженном отдыхе. В планах призеров чемпионата мира по борьбе курьеш продолжать тренировки и дальше покорять новые спортивные вершины. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, Телеканал Милет. 16 медалистов и 43 выпускников в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей вручили долгожданные аттестаты. Дауча Халов побывал на празднике и узнал о планах тех, кто за годы учебы насобирал не один десяток грамот и наград за свои знания. Обработать руки, запастись масками и не забывать про соблюдение социальной дистанции. Только после этих процедур двери в Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзия Кубова открыты. Выпускники танковской гимназии здесь получают свой долгожданный аттестат. Конечно же, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Давайте посмотрим, как это происходит. Годы учебы всегда оставляют шлейф теплых воспоминаний. Но теперь беззаботное время позади. Планы у выпускников амбициозные. Сайдэ Чалкос мечтает поступить в Севастопольский государственный университет и изучать зарубежную филологию. Танковая – это лучшее место, лучшая школа в Крыму, потому что в данном учебном заведении мы получили такие знания, которые мы не получили бы нигде. Эта школа очень многое для меня значит, и она очень многое мне дала. Есть и желающие поступить в Кипу имени Февзия Кубова. Многолетняя дружба между университетом и гимназией приносит свои плоды. На самом деле вузов в Крыму много. И уровень детей, которые оканчивают именно эту гимназию, достаточно высокий. Нас связывает дружба, нас связывают добрые отношения. Ребята знакомы с нашими преподавателями. И уже первый мониторинг показал, что часть выпускников идет именно к нам. А так выбор всегда есть. Во время учебы они систематически участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах, где защищали свои научно-исследовательские работы, становились победителями соревнований по робототехнике при Малой Академии Наук Крыма. Их сила – знания. Очень много детей, которые в этом году заняли призовые места в всероссийских конкурсах, международных конкурсах. И это им дает возможность поступать не только в вузы Крыма, но и по всей России. Уникальная в своем роде гимназия, в которой обучаются одаренные дети по специальной программе, в этом году дала путевку в жизнь 43 выпускникам. 16 претендующих на медаль, из них один уже подтвердил свою медаль полностью, и 15, мы уверены, также подтвердят свою золотую медаль. Зия Ситмеметов окончил гимназию в 1999 году. Теперь пришел поздравить и свою дочь, которая получила свой долгожданный аттестат. Чувства, конечно же, переполняют. Я вот первый выпуск, это для меня большая гордость, что именно моя дочь оказалась первой внучкой в этой школе. Пожелания только самые наилучшие, чтобы дальше уже были и правнуки наши, чтобы эта школа только расцветала и развивалась. Ученикам открываются новые горизонты, где они смогут правильно и эффективно применить полученные в гимназии знания. Возможно, кто-то из них станет известным ученым, специалистом в сфере IT-технологий или филологом. Это только маленькое начало большого интеллектуального пути. Даут Чахалов и Артур Чалый, телеканал «Миллет». На этом все. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!